В Севастополе строительство психоневрологического интерната, обещанного городу правительством, снова откладывается. Чиновники не успели внести пакет документов для включения объекта в федеральную целевую программу. Об этом на пресс-конференции сообщила председатель постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам законодательного собрания Севастополя Татьяна Щербакова. По словам депутата, правительство Севастополя обещало направить пакет документов в Министерство экономического развития еще в 2017 году. При рассмотрении проекта годового бюджета потом продублировало свои обещания 15 июля уже этого года. Однако, по информации предоставленной Дирекцией управления федеральной целевой программы, данный инвест-пакет в дирекцию был представлен только 14 сентября. То есть уже после того, как была завизирована правительством Российской Федерации новая редакция программы ФЦП, к сожалению, психоневрологический интернат у нас в 2019 году устроиться не начнет, несмотря на все заверения и обещания. Кроме того, выяснилось, что сметная стоимость объекта, представленная правительством Севастополя, не совпадает с цифрами, указанными в заключении главгосэкспертизы России. Она превышена более чем на 7%. В результатах главгосэкспертизы эта сумма составляет 1 миллиард 100 миллионов 258 тысяч рублей, а в смете правительства Севастополя на 105 миллионов больше. Разница серьезная. Причины такого завышения пока неизвестны, сообщила журналистом депутат Татьяна Щербакова. В настоящее время жители Севастополя, нуждающихся в пожизненном психоневрологическом лечении, отправляют под опеку в другие регионы Российской Федерации.